МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прямом эфире Азов.Инфо в студии Александр Истомин. Сегодня в программе. Заседание Азовской городской думы. Депутат Государственной думы Виктор Водоладский комментирует освобождение Михаила Ходорковского. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Последнее в этом году заседание Азовской городской думы прошло сегодня. На повестке вопросы о муниципальном имуществе и бюджете города. Последнее в этом году заседание Азовской городской думы состоялось сегодня. Первый вопрос в повестке дня – внесение изменений в устав города. Новая редакция приводит документ в соответствии с федеральным законодательством. В соответствии с изменениями, внесенными в статью 16 федерального закона в общий принцип организации местного самоуправления Российской Федерации, изменения и дополнения вносится в следующие статьи устава города Азова. В статью 3.33 с исключением в перечень вопросов местного значения новых полномочий в сфере межнациональных отношений, а также уточнением формулировок в перечне вопросов местного значения по полномочиям в сфере образования, здравоохранения, территориальной обороны, размещения рекламной продукции. Этот пункт приводится в соответствии с 131 законом. Это не наша альтернатива, мы не можем принять по-иному. Мы должны привести за устав в соответствии с 131 законом. Внесены изменения в бюджет города на текущий год и плановый период 2014-2015. Уменьшение расходной части главного финансового документа связано с экономией средств на приобретение уборочной машины предприятиям чистый город. Предлагается перераспределение расходов бюджета, которые не приводят к изменению общего объема расходов. Предлагается по управлению социальной защиты перераспределение бюджетное сигнование в сумме 86,8 тысяч рублей с вида расходов 323, приобретение товаров, работы, услуг в пользу граждан, на вид расходов 321, пособия и компенсации гражданам иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств. Изменения в бюджет приняты депутатами единогласно. Заседала бюджетная комиссия, вопрос излучен середина. Проект соответствует бюджетному кодексу, положению по бюджетному процессу, который мы с вами утвердили, и рекомендован комиссией к принятию. Муниципальное здание, расположенное по адресу улицы Макаровского, 29-Б, будет передано в собственность Ростовской области по просьбе департамента по обеспечению деятельности мировых судей региона. Руководитель мирового судей департамента судебного Ростовской области облатился к нам, чтобы мы передали здание им, так как если это здание находится в нашей собственности, мы должны его ремонтировать и содержать. Если им в бюджете деньги не выделят на это здание, если мы здание передаем, то они все затраты по содержанию и ремонту здания берут на себя. Морозова Сергей Бездольный принял участие в расширенном заседании правительства Ростовской области, состоявшемся вчера. По итогам работы 2012 года деятельность муниципалитета вошла в число лидеров рейтинга Донского региона. По итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов муниципальных районов Ростовской области за 2012 год нам вчера вручили диплом третьей степени. Я просто благодарю депутатов за работу, за взаимопонимание, за поддержку в решении всех вопросов. В заключении заседания председатель Азовской городской думы Сергей Рибаконь поблагодарил коллег за хорошую работу. Поздравляю всех депутатов с наступающим Новым годом. Благодарю вас за работу. Надеюсь, что Новый год будет продуктивным. Хорошего вам настроения. Доброго здоровья. Следующее заседание Азовской городской думы состоится в январе следующего года. Евгения Симакова, Александр Истомин, Людмила Улихина, Азов.Инфо. Вчера на посту ДПС Самарский пассажир и водитель автомобиля Mercedes-Benz, уроженцы города Липецка, оказали сопротивление при задержании. Во время проверки документов сотрудник ГИБДД попросил посмотреть сверток, который один из задержанных держал в руках. После чего водитель ударил инспектора в живот. На помощь подоспели коллеги сотрудника ГИБДД. Через некоторое время водитель и пассажир были задержаны. Нарушители, по словам которых в свертке было запрещенное наркотическое вещество, доставлены в отдел полиции Азовский. Депутат Государственной Думы Виктор Водоладский посетил Азовский Детский Дом и поздравил воспитанников с наступающим Новым Годом. По ежегодной традиции депутат Государственной Думы Виктор Водоладский посетил Азовский Детский Дом и поздравил воспитанников с наступающим Новым Годом. На собственном примере депутат показывает нам, что можно, если нужно стремиться, и когда ты уже будешь стремиться, то у тебя все получится. И он очень помогает нам. Мы уже привыкли, он приезжает постоянно к нам и постоянно помогает нам ставить на правильный путь. Вместе с депутатом Государственной Думы подарки воспитанникам передали атаманы города и Азовского района. Руководящему составу, воспитателям пожелать терпения, мудрости, донести до вас свои знания, знания по жизни, воспитать вас, чтобы вы выросли, действительно, как сказал Виктор Петрович, наш атаман, патриотами нашей великой Родины. Еще одним из новогодних сюрпризов стало сообщение о том, что воспитанники детских домов могут поступать в высшие учебные заведения на льготных условиях. Я являюсь одним из соавторов данного закона, и он прошел уже все согласования, и в январе месяце мы его рассматриваем в первом чтении, надеюсь, и второе, и третье. И вот наши дети Азовского детского дома, которые будут заканчивать в этом году среднюю школу, уже будут поступать на льготных основаниях в высшие бюджетные учебные заведения. В будущем году депутат Государственной Думы намерен реализовать новый проект «Дороги воинской славы». Я обратился сегодня в Министерство обороны, для того, чтобы Министр обороны оказал содействие. В этих походах получили согласие, и будем формировать такие молодежные группы, куда войдут и лучшие, не просто, а лучшие ученики, воспитанники детских домов Ростовской области. Я надеюсь, что среди них будут и лучшие азовские воспитанники, и одна из делегаций будет возглавлять Новику, вторую будет Комаров, и они поедут с детям, и будут сами сопричастны к тем подвигам, к той истории. Именно на этих подвигах, на этой истории мы и будем воспитывать патриотов. С ответным словом выступил воспитанник детского дома. Спасибо вам. Приезжайте к нам чаще. Оправдаем доверие, наверное, да? Да, оправдаем, конечно. Вот девчонки сидят тоже, думаю, не подведут. Собираются также поступать в государственные учреждения, служить Родине, конечно. Встреча завершилась, фотографии на память. Людмила Улихина, Игорь Скуднов, Анастасия Вичко, Азов.Инфо. Виктор Водоладский также прокомментировал одно из самых громких решений президента России Владимира Путина. Неделю назад глава правительства сообщил об освобождении Михаила Ходорковского. Известный во всем мире бизнесмен, общественный деятель, в течение 10 лет находился в тюрьме. Я считаю, что, наверное, слишком много внимания мы уделяем человеку, который совершил экономические и иные преступления. И, наверное, благосфера, наверное, не заслуживает. У нас есть много других дел и других хороших показателей. А сегодня общество считает, что вот есть лицо, которое, ну да, он был там и есть олигархом, потому что наши деньги на руны, они вывезли туда, за границу, и ему сегодня ничего не надо. Путин просто стал выше этого, президент России. И когда он обратился, что у него тяжелая ситуация, и маме нужно помогать, он подписал указ о помиловании. Он отпустил преступника на свободу. Он ее помиловал. И если сегодня общество позволяет, к примеру, в Азове, или в Азовском районе, или в Азовской области, творить чудеса, кавычка, да, и не выполнять свои обязанности, значит, это мы этому потворствуем. Значит, мы этому способствуем. Для России никаких изменений не может быть, потому что сегодня любой здравомышленный человек в нашей России понимает, что национальная безопасность, в том числе и внутренняя безопасность, зависит от сплоченности нашего общества. В библиотеке имени Крупской прошла встреча клуба «Азовчанка». С подробностями наши корреспонденты. В библиотеке имени Крупской состоялось последнее в этом году заседание клуба «Азовчанка» и Совета женщин «Азова». Заместитель председателя Совета отцов «Азова» поблагодарил всех за плодотворную работу и поздравил с наступающим Новым годом. В неформальной обстановке были подведены итоги года. Наша дружба с вами продолжается уже много лет, и я думаю, что в будущем она еще будет тоже не один год. Встреча завершилась чаепитием и вручением подарков от Деда Мороза и Снегурочки. Игорь Скутнов, Людмила Олехина, Азов.Инфо. И в заключении программы репортаж о новых возможностях компании «Пульс Безлимитный Интернет». Время не стоит на месте. Сегодня сложно представить жизнь современного человека без таких средств коммуникации, как интернет и мобильная связь. Компания «Пульс Безлимитный Интернет» предоставляет своим абонентам возможность оплачивать интернет с помощью мобильного телефона. Скоро новогодние праздники, покупка подарков, подготовка новогоднего стола, ну и непосредственно само торжество. И в этой всей праздничной суете очень легко забыть обладать интернет-услуги заранее. Но из этой ситуации есть выход. Воспользуйтесь безопасным доступным способом моментальной оплаты интернета мобильный платеж «Инплат». Для этого необходимо отправить СМС вида «ТРК Пульс», «Пробел», «Пятизначный номер лицевого счета», «Сумма» на номер 3116. В ответ вы получаете СМС с просьбой подтвердить платеж. Отправив в ответ цифру, вы подтверждаете списание средств со счет мобильного телефона. Заполнить поля веб-формы вы можете на сайте www.trkpuls.ru Сумма к оплате, пятизначный номер лицевого счета договора абонента, номер телефона. Если вам недоступны ни первый, ни второй способ оплаты, а доступ в интернет просто необходим, тогда для вас обещанный платеж. Подробные инструкции по пользованию этим и другими сервисами для оплаты услуг читайте на сайте www.trkpuls.ru Но и это еще не все. Если вы являетесь обладателем карты Visa, MasterCard, любого банка, вы также можете оплатить услуги сети интернет в выходные и праздничные дни. Ознакомиться с правилами проведения данной операции и воспользоваться услугой можно на сайте www.trkpuls.ru Благодаря такому мобильному и удобному способу осуществить платеж можно в любое время суток и из любой точки мира. Пользуйтесь нашими услугами с удовольствием. Это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА